Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел очень интересный вопрос. Библейский, библейский. Как стать святым? Ну, доставайте блокнот и записывайте. Сейчас по пункту дам инструкцию. Ее исполнение однозначно приведет вас к дальнейшей канонизации. Или нет? У меня тут есть список цитат из Священного Писания Нового Завета. Как стать святым? Все они сводятся, в принципе, к необходимости исполнения заповеди. То есть контекст здесь нравственно-аскетический. Делай то-то, то-то, и не делай того-то и того-то. Будешь как бы святым. Но един свят, един Господь Иисус Христос, во слава Бога Отца, не с человеком, да не согрешит. Говорят богослужебные тексты, и так оно и есть. Поэтому безусловной праведности нам не достичь. Как говорил Сесой, кажется, великий. На смертном огрении, Адре. Не знаю, положил ли я начало покаяния. Нет предела совершенства, потому что святость, к которой мы стремимся, это святость Христа. Это святость Бога-человека. Это непростая задача. Очень непростая. В агрессиях родила нас мати моя, и в них мы живем. Не получится не согрешить. Не получится где-то не приврать, где-то не переесть, где-то не предать, где-то не возгордиться, не восчиславиться. И так до конца дней наших будет. И что же получается? Что нам в ад всем? А разве от этого требует нас Господь? Разве святость, о которой говорит апостол Павел, и вообще все священное писание, разве оно сводится к праведности лишь? Праведность не средство. Праведность следствия. Святость. Святость перетаем мы не тем, что не делаем другим того, чего себе не желаем, а уже получили. Слышите? Каждый из вас, кто крещён, уже свят. Народ святой. Люди взяты в удел, царственное священство. Она нам дарована. Не безгрешность абсолютная, а изъятость из мира греха и приобщения к миру любви, света и радости. Слово святой на русский буквально переводится как изъятый, избранный, выделенный. Перевод израильского слова, которое звучит как кадеш, когда мы видим о святости в Ветхом Завете, это не безоговорочная, правственная жизнь, это выделенность того или иного пророка, того или иного праведника Ветхого Завета, который с точки зрения Нового Завета, праведности, вообще неправедник от слова совсем. Но он с Богом. Он такой, какой есть. Хитрец. Где-то поступающий не как правильно, как выгодно. Он с Богом. И Бог с ним. Наша жизнь, она такая есть, такая будет. Не надо строить каких-то иллюзий. Но каждый наш день должен быть направлен к Богу, который даровал нам вот эту свободу от греха, свободу от зависимости нашей пагубным привычкам. И свободу уйти за ним всей в жизни и в будущей. Вот. И я вас избрал. Мы все избраны. И как благодарность за вот эту дарованную, совершенно не за что, нам славу нынешнего и будущего века, мы поступаем не по-свински, а по-христиански. Мы смотрим в Евангелие, как Христос поступал в разных сложных жизненных обстоятельствах и пытаемся вести себя так же. Мы пытаемся следовать Его заповедям. Заповеди, которые дают нам блаженство, утешение, радость, успокоение. Нам так этого не хватает. Бегаем, тревожимся, терзаемся, переживаем, горюем о прошлом, тревожимся о будущем, не умеем жить сегодняшним днем и радоваться тому, что есть сейчас. Вот так Господь говорит, исполнит простую заповедь. Радуйся, молись, благодари. Такова воля о вас, о Христе Иисусе. Вы не знали, какой заповеди? А она есть. Это одна из лучших заповедей. Общение с Богом, радость о всем и благодарение за все. Такой простой, одновременно сложный фундамент счастливой жизни. Поэтому, как стать святым, вы уже ими есть. Священник на каждой литургии поднимает святой хлеб, приложенное тело Христово, и говорит, святая, святы, святого Христа, святым, кто стоит за спиной священника. Вам, друзья мои, вам. И хор от вас поет, как бы испугавшись. Един свят, един Господь, Иисус Христос, во слава Богу Отца, аминь. Но все равно со страхом и трепетом, и верой приступите. Все равно мы приходим, потому что мы святы, мы достойны перечислиться с самого Бога. Но не потому, что мы правила прочитали, поисповедовались, и даже попросили прощения у тех, кто нас обидел. а потому, что мы даром это получили. Это замечательное право освящаться святостью Христа, когда мы передаем ее в нежелание делиться любовью с другими людьми. Тебе много дано. Ты говоришь, не, маленькая свечечка, сколько мне там дано? Махонькая, копеечная свечечка. Но сколько бы не было в тебе огня, ты можешь зажечь миллионы свечей. И не перестать светить меньше. Но в свете, в мире станет светлее. Горите, друзья. Горите любовью. Не бойтесь ей вделиться. Не бойтесь казаться и быть лучше, чем вы есть. Многие молодые люди стесняются быть хорошими. Особенно вовне. Надо быть дерзким, грубым, мачо таким. Добрых дел не делать никогда. Хотя, есть адекватные ребята, которые не боятся быть хорошими. Ведь все в душе мы понимаем, что как бы ты ни старался быть вовне таким себе дерзким, на самом деле хочется любви и хочется, чтобы мир был лучше. Не бойся вот это желание проявлять в жизни, в словах, в делах, в мыслях. Так что, дорогие мои святые зрители, не растеряйте свою святость. А когда вам кажется, что ты сгоревший к чирышкам, то иди к источнику святости, ко Христу, к причастию. И будешь снова гореть, светить, иметь силы жить дальше и мотивировать жизни к творчеству, к любви других людей. Аминь и Богу слава. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok